Кто не знает, что такое квартирник? В классическом кодифестовском понимании кто не знает, что такое квартирник? То есть то, что было до этого, это не квартирник в классическом кодифестовском понимании. Хорошо. Квартирник это антипример. Это не значит, что эти ребята, не дай бог я, будут вас чему-то сейчас учить. Это значит, что главное в этом зале вы. То есть важно ваше мнение, ваши фидбэки, ваше неважно что, любые мысли, я буду жестко модерировать, если вы будете нести чушь, это в классическом понимании перефестовских квартильников. Нафига делаются квартильники? Для того, чтобы поделиться опытом. Потому что айтишники Юля буквально утром сегодня сказала такие, что по стеночке выходят, в общем, как дискотека. И, кажется, квартильники и квартильники нужны для того, чтобы те, которые по стеночке, могли сидеть и после определенной степени начать говорить уже то, что они на самом деле думают. Вот. Понятно, что такое квартильник? Молодой человек. Вам понятно? Хорошо, спасибо. Тогда начнем. У нас на самом деле достаточно много времени, я не хочу сразу в бой и потом быстренько кончить. Хочется, чтобы вы сбодрились, переключились в нужное русло. Кто откуда пришел, кстати? С докладов кто-нибудь пришел? А почему вы доклады-то пропускаете? Они же клевые. Я и программный директор, мы специально составляли, а вы сюда пришли. А? Что? Обещал не учить? Так я спрашиваю уже. Я же не учу. Ладно, давайте и приступим. Итого, ну для начала, меня зовут Артем, я буду как-то дирижировать сегодня, умело или не очень неумело. Здесь сидят ребята, которые из Новосибирска, которые совсем недавно или очень давно сделали первый шаг для того, чтобы появилось какое-то IT-сообщество. Еще я хотел бы Алексея позвать, но ты почему-то скрываешься. А это нам. Вот, я про каждого пару слов скажу. Алексей Федоров, Ты первый был у стоков джуга? Нет. Ну ты, я так понимаю, сейчас там и один из мейнтейнеров, хедлайнеров, все такое. Джуг, java user group. У вас какое-то географическое ограничение есть? Это только Питер. Ну Питер, Москва. Питер, Москва. Вот наш столичный гость. Вот, дальше. Леша Романенко. Активный очень человек. IT-тролль. Леша совсем недавно организовал сообщество SymfonySip. Ну кажется, сейчас это не только про Symfony, как про фреймворк. Сейчас кажется, это уже про PHP-фреймворки. Ну и в принципе там про PHP. В общем, я не знаю, там дальнейшее развитие, но штука живет. Дальше. Денис Рычкунов. Все татуированные, мама дорогая. Вот. Денис Рычкунов, отец-основатель сообщества J-Sip. Вот. Когда в свое время Денису его предложил, а давай сделаем что-нибудь по JavaScript. А там, так, подсказка. Вот. По JavaScript, я думал, уже в Новосибирске по JavaScript очень много всего. Но по фронтенду это же, ну, это же террент, тема. Нифига ничего нету, короче. Поэтому, когда Денис начал стараться в встрече, там просто бурный рост был. И сейчас, мне кажется, у сообщества такой потенциал очень хороший. Дальше. Саша Гранин. Избегание успеха любой ценой. Знаете, откуда это? Избегание успеха любой ценой. Это по-русски. Я не знаю, как по-английски это будет. А вы здесь access of all-in-posts. Ой, я не повторил. Вот. Не знаете откуда это? Это Haskell. Haskell – это функциональщина в классическом виде. Вот. Саша организовывает сообщество лямбда-сип. И где вот этот весь стек функциональных языков? Лямбда-МСК, да? Хорошо, Саечку мне. Вот. Лямбда-МСК. Где вот эта вся функциональщина с ребятами общается? Дальше. Паша. Скала-энтузиасты. Я по-русски скажу хорошо, там по-английски непонятно вообще. Скала-энтузиасты. Вот если вот эти ребята, они достаточно молодые, в центре. С Лешей, по Сашей. Скала-энтузиасты существует год, наверное, два, да? Я знаю. Два года назад. Два года назад первая встреча была, да? Да. Два года назад была первая встреча. В общем, ну, Скала, язык программирования тоже там. Мультипарадигмальный. Ну, вот это все. Итого, нафига мы сегодня здесь собрались? Точнее, чего бы мне хотелось с этой встречи получить? Если в практическом плане ответ на вопрос, как, имея под руками подручные средства, сделать свое собственное сообщество. Не важно, как Новосибирск, Омск, Санкт-Петербург или что-то там будет. Если такая потребность есть, у меня ответа на этот вопрос нет. То есть, как это сделать? Что сделать раз, два, три для того, чтобы это появилось, дальше жило, развивалось? Ну, или как, в общем, закрывать сообщество? Не слышно меня, да? А так отлично. Хорошо. Это в практическом плане. В совершенно других планах мне хочется просто, чтобы ребята порассказывали, как им живется, пообменивались опытом, а вы позадавали каверзные вопросы. Это в таком дискуссионном плане. Уднись. Отлично. Мне теперь легче. Итого, начнем. Ребята, давайте с самого простого. Что для вас есть IT-сообщество? Слушайте, ну у нас, на самом деле, из всех сообществ, у нас, наверное, меньше всего похоже на сообщество и больше сейчас уже похоже на организацию, наверное. Вот. Причем даже местами коммерческую. Мне очень сложно поэтому ответить на этот вопрос. Я могу так сразу вбросить, что на самом деле Джук, таким, как он был всегда в Питере, таким, как его делали 10 лет до нас, там Яша Сироткин, например, таким делаем мы, это гораздо менее сообщество и гораздо больше. Это действительно какая-то организация, потому что контрибьюторов там на самом деле очень много, да? А на слово сообщество я ожидаю большое количество контрибьюторов прежде всего. Вот. А контрибьюторов-то нет. И на самом деле мы вот тут уже с Пашей успели немножко перетереть. Су-30, и он говорит, что у него та же самая проблема. Поэтому я, может, еще вбросил бы насчет того, как вот вообще контрибьютировить сообщество, как найти контрибьюторов, как найти докладчиков. Или это не совсем в тему будет? Совсем в тему, только расскажи, пожалуйста, что такое контрибьютор. Я, например, затрудняюсь однозначно… Да, это человек, который что-то дает сообществу. Вот. Я бы вот так вот в целом это характеризовал. Это может быть доклад, это может быть, там, я не знаю, какая-то помощь, может быть, технической организации, да? То есть вот люди, которые контрибьютируют в Кодфест, наверное, тоже очень разные, да? То есть они там разные совершенно вещи делают. Кто-то программный комитет, кто-то технические вещи. Вот. И от сообщества, в общем, ожидается, наверное, чего-то такого же. Но вот кто ожидает, чего ожидать? Вот, наверное, имеет свой собственный. Я думаю, мы эти вопросы позже поднимем. Но просто сейчас хочется начать с какого-то определения базиса, что есть сообщество для тебя. Сообщество – это группа контрибьюторов, в первую очередь, тех людей, которые готовы что-то делать для того, чтобы сообщество жило? Да. Окей, ясно. Леш, твой вариант. Я поддерживаю Алексея и хотел бы дополнить, что это не только те, кто контрибьютируют, но и те, кто слушают. То есть для меня сообщество, в первую очередь, это общение. Соответственно, ну, просто более глобально – это люди. Это контрибьюторы и потребители? Да. В некотором плане. Хорошо. Денис? Ну, наверное, я немного к этому по-другому отношусь, потому что для меня комьюнити – это некое информационное или физическое пространство, которое управляется самими членами сообщества. Они должны решать, что интересно, какой контент, и контрибьютировать в него, как уже сказали. А в чем разница между формулировкой, Алексей? Предыдущие формулировки не подразумевали управление самими членами сообщества. Ну, понятно, что контрибьюторы, но для меня главное, чтобы люди сами выбирали контент. Есть сообщество, где выбирает контент один человек, который руководит этим сообществом. Я к этому отношусь более демократично. То есть самоуправление какое-то? Да. Я считаю, что это обязательная часть составляющего. Хорошо. Саша? Ну, для меня это прежде всего потребность, которой не хватает в конкретном месте. Вот сидишь в городе, думаешь, куда бы пойти, вот я хочу развиваться. А пойти некуда. Единомышленники где-то там по углам что-то тихо ходят по завоеванию мира, а собрать их не получается. И в итоге непонятно, есть в этом городе жизнь или нет. Но вот сообщество – это такое стихийное стечение обстоятельств, когда у людей одна и та же потребность выражается вот в такой форме. Пожалуй, вот так вот. То есть правильно я тебя понял, ну, для тебя лично сообщество – это способ найти единомышленников, это инструмент какой-то? Ага, хорошо. Павел? Ну, поскольку я последний говорю, разрешите позанудствовать немного. Давай, давай, конечно. Мы так это любим. Что такое сообщество, да? То есть, во-первых, надо понять… Ну, не во-первых, а тут несколько составных частей есть. Во-первых, что это такое, да? То есть, как бы тут разные мнения могут быть. И в том числе на эти мнения, ну, я про себя могу только сказать, влияет и то, занимался человек этим, то есть организовывался, участвовал в организации сообщества или нет, насколько много там, насколько часто, какой он получал опыт. Потому что со временем понимание меняется, я могу про себя сказать. Первое, ну, вот я не помню, сколько раз я участвовал в той или иной мере в организации, но я смог вспомнить, что первое сообщество, которое мы с Ильей Рыженковым организовали, это было в 1996 году, первое программистское сообщество. И, конечно, вот было вот как раз то, что у ребяток говорили, то есть собрание единомышленников, обмен каким-то там информацией, опытом. Но вот лично я могу сказать, что по моим наблюдениям, я много раз в этом участвовал, такие сообщества, они недолговечны. То есть вот средний срок жизни, как я для себя, ну, по моему опыту, опять же, 2-3 года. То есть если нет, чтобы оно было каким-то долгоживущим, более долгоживущим, нужен какой-то стержень, нужен какой-то фокус, и, как тоже правильно уже заметили, опять же, то есть можно собраться, можно там какие-то темы перетирать интересные по интересам, но проходит какое-то время, и все это распадается. Вот чтобы это продолжало функционировать, да, нужно, действительно, нужно 2 круга, то есть внешне и внутренне, внешне это слушатели, то есть мне интересно, я пришел, послушал, но я не готов, или не могу, там не хватает опыта, или времени нет, я не готов в это больше вкладываться. Внутренний круг – это те люди, действительно, контрибьюторы, то есть которые готовы тратить свое время и силы на организацию, на подготовку каких-то докладов, на вот эти все вещи. То есть нужно, вот если такая группа формируется, тогда сообщество, оно будет устойчивым. Вот, и второй вопрос, мне кажется, который с этим связан, что такое сообщество, зачем нужно сообщество, давайте поймем, потому что что это такое, неотделимо от того, зачем оно нужно, то есть с какой целью вообще. Цели могут быть совершенно разные. Хорошо. Я бы тогда еще добавил, потому что, в общем, чуть-чуть глубже. Сообщество, да, оно, ну просто очень многое из того, что говорили, да, оно относится не только к сообществу, а вообще к некой там субкультуре или культуре в целом, да. Вот, у культуры, на самом деле, там есть много классических работ на эту тему, есть составные части, да. Вот составной частью любой культуры является система ценностей, в общем-то базовой. И тут такой вопрос, сообщество, да, оно, чтобы сложилось некое вот сообщество людей, оно должно разделять некоторые ценности. Так вот, я хочу спросить, у присутствующих, какие ценности разделяет их сообщество? Вот так вот. Можно? Ну, ты сам вначале ответил. Ну, да, могу ответить. Мы занимаемся, на самом деле, мы занимаемся Java-юзер-группой, и у нас много разных проектов, но есть несколько конференций, у нас есть не Java-овый, комьюнити и так далее. Основной ценностью у нас является понимание деталей, да. То есть мы всегда фокусируемся на каких-то довольно низкоуровневых вещах. И, в общем, общая идея заключается в том, чтобы понимать, как работают вещи, которые вокруг тебя. Ну, в частности, если это Java, то понимать, как работает, там, не знаю, вартуальная машина, тайм, компилятор, все что угодно. Вот. Почему так происходит? Потому что, ну, там, это уже по разным причинам. Кому-то просто тут интересно, у кого-то такой бэкграунд. Кто-то любит, там, не знаю, все же, наверное, в детстве, там, вот, парней много. Кто, короче, в детстве, у кого была какая-нибудь радиоуправляемая машинка? Была кого-нибудь? А кто ее разбирал? Где я не смог собрать? Ну, то есть можно было не опускать руки, да. Вот оно реально разобрать, собрать, посмотреть вообще, что будет. Вот это некая ценность. То есть понимать, что там внутри. Ну, у нас такой фокус, он очень широкий на самом деле. Это язык JavaScript, он сейчас везде сущ. И у нас нет цели сфокусироваться только на вебе или, не знаю, на что-нибудь, где есть JavaScript. Мы сфокусированы на всем, где есть JavaScript. А это значит и расширение для браузера, и контроллеры, возможно, в будущем и так далее. Наша ценность сравнять скиллы, опыт каждого из нас между собой. Ну, то есть у нас есть люди, которые знают в какой-то области JavaScript намного больше, чем остальные. И тем, что рассказывает доклад, он сравнивает опыт всех остальных с собой. Вот я считаю, это наша ценность на текущий день, возможно, это что-то изменится, мы только начали. Ребят, давайте чуть-чуть изменим монолог. Кто из зала хочет поделиться своим мнением, что для него сообщество? Чтобы он хотел, даже не будь в каком-то сообществе, хотел от сообщества. Какие ценности? Ценности и ценности. Я хочу, что цели и ценности разные. Хорошо, ценности, ценности, ценности. Система ценностей. Есть какое-то мнение? А я вот, да. Чтоб поживее у нас было. Здравствуйте, меня зовут Алексей. Я посещал сообщество и Скала энтузиастов, и СИП, сейчас, Симфония и НСК, и Джугрум, когда жил в Питере. Соответственно, нет, сори, парни, к вам я не ходил. И я могу сказать, что для меня, например, сообщество – это то место, где я могу найти какие-то ответы для себя, в том числе прийти и задать вопрос. И это место для роста потенциальное. Ну, то есть, когда у меня существует такая проблема, то есть я понимаю, что у меня есть где-то недостаток, где-то простаток, я могу прийти в это место и, ну, подтянуть свой уровень и задать эти вопросы и получить на них ответы. Хорошо, еще мнение? Марина, Красноярск, сообщество Dev2Dev. Я чуть с другой стороны баррикад, то есть не как пользователь, а как тот, кто что-то делает для этого. Я сейчас не могу даже сориентироваться, для чего я это делаю, но наша общая цель нашего сообщества, ну, как тех, кто что-то делает для этого, это для того, чтобы Красноярск не считался деревней, в которой нет никаких компаний айтишных. Чтобы, как бы, был виден уровень айтишных специалистов и чтобы он повышался со временем. То есть, чтобы люди знали, что есть точка такая, место встречи, да, где можно прийти, задать свои вопросы, получить, там, пошарить какие-то знания, что-то такое. Хорошо. Еще мнение? Да, Аня, давай. С богатым. Анна, Омск. Ну да, у нас в сообществах, наверное, главная цель действительно образовательная, то есть, чтобы люди все вместе поднимали уровень, но у нас как-то не прижились сообщества вот такие именно по языкам. У нас есть общее сообщество айти-субботники, в котором доклады просто чередуются, то есть у нас один раз одна тема, другой раз другая тема, но они сейчас превратились в такое, что начинаем с водного доклада и, как бы, потом повышаем градус. То есть, в принципе, люди разного уровня могут для себя найти что-то интересное в этом. И немаловажный момент, что есть место, куда можно прийти. То есть, если бы не было места, вот до тех пор, пока сообщества бегали по разным углам, пытались найти, где бы им собраться, собирались по каким-то кафешкам там или еще что-то, большая часть аудитории не участвовала, потому что кому-то дорого там ходить в кафешке, кому-то еще что-то. То есть, есть место IT-лофт, куда, в принципе, любые сообщества могут прийти, то есть они просто оставляют заявку на сайте, говорят, мы хотим провести мероприятие, окей, ребята, приходите, мероприятие бесплатное, бесплатное, там доклады образовательные, интересные, да, здорово, приходите. Ну и вот у нас довольно активно вот эти мероприятия стали появляться. То есть, место это тоже немаловажно, куда может прийти каждый. Ребята, слушайте, я хочу понабрасывать, вы меня извините, пожалуйста. Что я услышал? Я услышал о том, что типа нам хочется всех потянуть до определенного уровня, круто. Нам хочется поразбираться в кишках там какой-то технологии, круто. Нам хочется популяризировать Красноярск, как IT-столицу Сибири, круто. Блин, ну это же не личные цели, это как это, я не верю вам, короче. А где амбиции, где вот это все, где оно вот... Это же, ты же понимаешь, это же слава. Слава? Через что? Через много вжобывать. Через много вжобывать? Да. Тогда какой... Через Красноярск, столицу Сибири. А? Через Красноярск, столицу Сибири. А тебе-то что до этого лично? С внуком потом говоришь, вот я, бля, стоял. Вы столько в Красноярск, столицу Сибири? Да. Ну то есть, все равно амбиции. Все равно впереди всего этого стоят амбиции. Нет? Нет. Хочешь покритиковать меня? Давай. Нет, я сомневаюсь, что... Я... Честный. Отлично. Молодец. Честный. Да. Две вещи. Ну хорошо, чуть-чуть коротко. Первое. Вот ты сидишь в футболке хэппи дев. Это типичный пример ценностей, да? То есть смысл, посыл прямо в названии. Мы хотим, чтобы там, грубо говоря, там дело или люди из девелоти были счастливы. Это ценность некая, которую несет... Вот. И, собственно, ну реально теперь насчет того, что ты говоришь. На самом деле на разных этапах, на разных этапах жизненного цикла, сообщества и организации, ну просто совершенно разные вещи интересуют организаторов. Изначально нас, например, интересно... Ну то есть там те, кто это делал, там три человека. Было просто масса интересных людей и нужен был повод для того, чтобы с ними как-то их привезти в Питер, например, поговорить с ними. Да? Если я просто, не знаю, тогдашний там Леша позвонил бы Диму Завалишину и сказал бы, типа, Дима, приезжай к нам, расскажи что-нибудь там про свою супер операционную систему. Он бы, скорее всего, сказал, да ну тебя нафиг, и не приехал. Я скажу, Дима, приходи, а мы еще там человек 100 соберем и всем расскажешь. И вдруг там будут ребята, которым тоже интересно. И вдруг они что-то... И Диме гораздо интереснее, конечно, в таком случае приезжать. Вот и все. То есть это был некий инструмент, на самом деле, решение действительно, как ты правильно сказал, каких-то наших собственных задач. Ну а потом уже время пошло, все стало меняться. Еще есть что кому сказать? Отлично. Так уже выяснили же, Косноярск, столица Сибири, нет? Я подумала, что можно сказать лично. Наступает такой момент, когда в пределах твоей компании тебе уже не у кого учиться. Получается, что твоя команда таким маленьким оболотцем получается, что все уже друг у друга знаете, все вместе посмотрели, все вместе обсудили. И получается как раз вот лично это делать для того, чтобы было у кого поучиться, в какие стороны еще покопать. То есть для себя узнать какие-то там практики, мысли других людей. А тебе-то это зачем? Что платили потом тебе больше? Для чего вообще мы живем? Отличный вопрос. Знаете, мне что хочется? Я вижу, я вижу здесь крупные корпорации, Яндекс точно вижу. Была еще Даша из Баду. А у вас есть вообще какое-то мнение, отношение к сообществам? Отношение какое-то? Позиция? Новосибирский Яндекс это я. Ну мы любим... Ну мы любим сообщество. Я не верю. Хорошо. Я тоже из Двагисы, я тоже люблю сообщество. А ты их даже создаешь, я вижу. Мне хочется... Смотри, давай, конкретно. Ваша... Я, короче, хочу вывести из некой плоскости идеального, вот это вот розовых пони и все такое, о том, что это развитие, все такое. Я хочу пощупать какой-то, ну, милкантильный интерес. Какой-то практический интерес. Нет, ну смотри, погоди. Нет, он вернется, он с ним связывается. Нет, ну давайте будем честными. Значит, для человека, который приходит и участвует в самой тусовке, ему интересен свой бренд. Человек, он себя продает, он рассказывает, ему хорошо. Вот парни тоже себя продают сейчас, нам всем. Значит, соответственно, он может в конечном итоге как-то повысить свои там корыстные цели. Визибилити. Визибилити, хорошо. Назовем это так очень красиво. Визибилити. Если мы говорим про компанию, которая поддерживает спонсоры, вот спонсоры есть, два ГИС, Intel и там дальше еще что-то, они точно так же повышают свою визибилити. Вот СКБ контур. И, собственно говоря, всем все понятно. В конечном итоге это все крутится вокруг чего? Найма. А потом бабла. Ну, продолжаем? Мы до вас еще не дошли. Мы узнаем, зачем вам это надо. Биг дата, конечно. Да кого обманывать? Вот давайте мы еще СКБ контур спросим. Понеслась. Всем привет, я Алексей, я из СКБ контур. Мы тоже очень активно поддерживаем сообщество. Очень активно начали делать это в Екатеринбурге, потом пошли в Новосибирск и Ижевск. И да, в первую очередь это все делается для того, чтобы были люди, которых можно нанять было на работу. Чем сильнее сообщество, тем больше таких людей есть. Все просто. Типа в Москве, в Питере большое сообщество, там много людей, много компаний, гораздо больше, чем в регионах. А в Екатеринбурге у нас маленькое сообщество было. Было мало компаний. Сейчас больше компаний, много стартапов. Вот, вкладываемся, как можем, ради этого. Классно поменяли. И на самом деле вот этот вот момент, он с одной стороны честность. Вот мы сейчас честно сказали про то, что это все вокруг найма, там хороших людей и так далее. А во-вторых, это все-таки момент дружить. Дружить. Да, это очевидно, черт. Это тролли. Ты троллишь. Нет, я серьезно. Хорошо. Серьезно тролли. Нет, ну мы же сейчас честно говорим, правда? Ребята, можете назвать сообщество, которое Яндекс спонсирует? Можете назвать сообщество, которое Яндекс спонсирует? А Яндекс не помогает деньгам. Яндекс не помогает деньгам. Яндекс помогает контентам. Окей. Мы принципиально, ну раз уж вы про Яндекс, мы принципиально не платим за пиар. вот любые статьи, которые вы можете прочитать, они бесплатные, потому что мы считаем, что у нас есть довольно интересные темы, о которых можно рассказать, и мы не хотим их продвигать платно. Точно так же это касается сообщества. Мы будем с вами работать, нам интересно. Нет, друзья, давайте подходить, общаться. Кроме меня здесь есть еще коллеги, с которыми можно поговорить. Мы готовы помочь. Да, вот Наташа сидит, ручку поднимает. Мы готовы помочь контентам. Нам очень интересно. В Новосибирске, может быть, не вся линейка, собственно говоря, технологии, которые мы можем закрыть, может присутствовать на каждой из ваших комьюнити, но тем не менее какую-то часть мы можем закрыть, и нам это интересно. Давайте общаться. И нам интересно работать с дубльгисом. В конце концов, если бы дубльгису было бы неинтересно наш контент, он бы нас сюда не пускал. А при чем здесь дубльгис? Хорошо. Нет, ну мы просто в ваших стенах, я, ну, алавердуи. Это экспоцентр, Сергей. Ну ладно, ладно, ладно. Пять лет мы пытаемся уже. Есть еще вопросы. Мне хочется очень по другую сторону баррикад перейти, да, и узнать, а что, ребята, на самом деле, даже не в том ключе корпораций, хорошо это или плохо, а были ли у вас опыт взаимодействия с корпорациями, ну, с какими-то крупными айтишными, вин-вин, то есть что и корпорация выигрывает, и сообщество выигрывает от этого. Были такие прецеденты? Все, сейчас. Давай. Зря Артем дал мне микрофон, на самом деле. Но, в общем, мы сначала собирались в антикафе, и со второй встречи мы уже превысили объем и вместимость этого антикафе, и поэтому теперь сотрудничаем с компанией 2GIS, и она нам предоставляет помещение и финансирует печеньки-чай. Я не знаю точно, если это будет или нет, но пока это так, потому что место нам нравится, и люди, которые пришли на последнюю встречу, дали отличный фидбэк, и я думаю, будем продолжать. Что компания выигрывает из этого? То, что видит, какие люди приходят, возможно, кого-то берет на работу, и мы, конечно, угрожаем благодарность всегда. Возможно, пиарим бренд. Есть из зала, да, вот мне вот это интересно слушать, потому что 2GIS, он такой. У нас таких крупных корпораций нет, но у нас появилась ассоциация компаний, потому что компании все не очень крупные, и ассоциация из 11 компаний, которая спонсирует все вот эти мероприятия, которые проводит сообщество, то есть обеспечивает печеньки и так далее, то есть оборудование, в том числе микрофоны, камеры, там все вот это вот, и это, на мой взгляд, лучше, чем корпорация, потому что никому свои частные интересы пролоббировать не удается, то есть есть критики всегда, и всегда выживает идея, которая более-менее соблюдает интересы всех. То есть это тоже вот такой вариант, я знаю, что так же примерно происходит все в Ульяновске, и примерно так же это все происходит в Пензе. Нет, просто есть взносы в ассоциацию раз в квартал, и мероприятия спонсируются из этой кассы. Смотрите, значит, давайте тогда уж, я поскольку не только сообщество делал, но еще большие венты, как у ребят, конференции, существует, у компаний существует принципиально два, но может быть два с половиной типа интереса, которые они могут защищать, помогая сообществу, да, или помогая там конференциям. Первый интерес, это озвученный, это найм людей, то есть продажа себя как работодателя. Второй интерес, собственно, логичный, это продажа каких-то собственных продуктов и решений. Скажем, пример первого типа, это компания Одноклассники, которая спонсирует там джукру, и, в общем, там половину того, что мы делаем. Собственно, второй пример, это продажа продуктов, это вот, пожалуйста, там стенд компании JetBrains. Вот ребята продают идею, и очень понятно, почему они тоже взаимодействуют со всеми комьюнити. Соответственно, третий тип, это продажа аудитории. Условно говоря, можно прийти, не знаю, компании, которая выдает автокредиты, и сказать, вот у меня тут на конференции, в зале соберется 100 человек, и они все там айтишники, зарабатывают столько-то денег, ну как-то вот то, что называется ЦА, целевая аудитория и так далее. И можно продать вас. То есть, ну не как, например, работника или покупателя идеи, а как вот, не знаю, там, платежеспособного человека, из которого можно раскрутить на кредит или продать машину. Вот, собственно, эти самые интересы. Ничего третьего как бы нету. Вот, ну, по крайней мере, никто из реакциональных конференций про это не знает. И сообщество тоже. Вот так. Подожди, я правильно тебя понял, что дружить с корпорациями, в принципе, невозможно. У них свои есть интересы, не очень хорошие, и рано или поздно это окнется. А чем они нехорошие? Да, то есть, как бы, почему они нехорошие? То есть, как бы, нужно искать win-win. Нужно искать ситуации, в которых все выигрывают. Тогда сотрудничество будет долгосрочным. Если ты не найдешь такой ситуации, то сотрудничество быстро закончится. Вот и все. То есть, если в одну, ну, как бы, сделка может повторяться, да, условно говоря, спонсорство, помощь может продолжаться, если все довольны. Если кто-то недоволен, придется, скажет, я недоволен, собственно. Хорошо, понятно. А в сторону уходим. Можно ли сообществу прожить без помощи корпораций? И как? Есть прецеденты? Есть прецеденты в зале? Когда корпорации не вмешивались, не давали денег, не пихали их по карманам со своими целями. А какой у них интерес? То есть, вопрос в том, что у корпорации бывают разные типы интересов. Вот если корпорация находит какой-то неденежный интерес, или, скажем, организаторы находят неденежный интерес, то, пожалуйста, вот пример, да, это вот из Яндекса, да, люди дают докладчиков. Яндекс известная, уважаемая фирма, и это тоже может быть contribution корпорации в комьюнити. Да, то есть он совершенно не финансовый. Ну, то есть он может быть там действительно, вот мы клевые, вот у нас клевые технологии, вот пользуйтесь нашими продуктами или приходите к нам работать, но при этом нет никакого финансового вливания. А организаторам, например, ну, им, не знаю, пафосно, они хотят побольше людей собрать, помериться там количеством людей, еще чем-нибудь. Ребята, у вас есть что-нибудь, что сказать? Отмолчитесь. Да, мне не очень понятно, какие именно сообщества, кто спонсирует, потому что наши к ним не относятся, и почему у нас тема именно вокруг бабла крутится, мне тоже не очень понятно. потому что, на самом деле… Это я виноват. А? Это я виноват. А, ну вот shame on you. Бросить? Саш, ты закончил? Сейчас мы сначала снимем, потом забросим еще. Я так думаю, это не очень правильно, говорить про бабло внутри себя, когда на самом деле не только контрибуторы, но и посредители сообщества, они о бабле не думают, они думают о других вещах. То есть это не тема для того разговора, который бы стоило здесь вести. Ну иначе мы немножко их оскорбим, потому что, ну о чем мы говорим? А вот гораздо интереснее говорить о том, что люди приходят туда за тем, чтобы удовлетворить свои потребности. Не обязательно там куда-то наняться, а им интересно. Они там хобби свое ведут, приходят и развиваются именно в этом направлении. Может они работать по этому направлению никогда не будут. Конечно, там косвенно эти навыки как-то влияют на их основную работу, но это не обязательно вообще. Поэтому, ну люди соблюдают разные свои интересы, да, и сообщество. Не в первую очередь, может быть даже не во вторую, про, ну как достичь большего положения, ну в компании там как получить больше бабла. Хорошо. Ага. Сейчас ребята выскажутся, я вас понял. И Настя, про тебя тоже помню. Я хотел промолчать, но раз уж тема пошла под бабла, давайте. Мне кажется, надо расставить некоторые точки, да. То есть, ну, я лично программист. Вот я думаю, многие здесь присутствующих тоже занимаются тем же самым. Я не представляю себе, как быть нормальным, действительно хорошим профессионалом-программистом, если главной ценностью является бабло. Более того, я могу сказать следующее по своему опыту. Ну, я занимаюсь не типичным программированием, системным, которое, ну, предполагает довольно глубокое погружение во всякие тонкости. Я, наверное, уже в течение, не знаю, скольких там, 12 или больше лет, больше, наверное, уже, наверное, 15 лет ежегодно провожу собеседование с кандидатами. Если я вижу, что человек, как говорится, не горит этим делом, то есть, у него нету внутреннего интереса к этому делу именно, не к тому, чтобы денег заработать, то я просто на работу не беру, потому что были случаи, такие люди нормально работать не могут. То есть, теперь к тому, что вы говорили. На самом деле, очень здорово объяснили Двагис и Яндекс на пару объяснили нам нашу мотивацию. Я очень рад этому. И как вы выявили всех на чистую воду. И особенно, когда говорили про честность при этом. Давайте уж, если про честность, давайте по-честному. Конечно, если говорить, что мы не преследуем там целей найма или там чего-то еще, это будет, ну, наверное, нечестно. Во многих случаях, но не во всех. Я думаю, ребята, которые занимаются хаскелем, куда они наниматься собираются. Но, тем не менее, конечно, это будет некоторым лукавством, если про это не говорить. И поэтому про это сказали открыто. И как бы это нормально, это надо, я считаю, тут скрывать нечего-то, в общем-то. Но, с другой стороны, сводить все к этому, это уже профанация получается. то есть вы говорите, что, ну, на самом деле, вы тут можете все, что угодно говорить, а мы-то знаем, что на самом деле вы там либо пропиариться хотите, либо нанять кого-то. Ну, как бы, дело не в этом, дело не в этом. Возможно, кто-то действительно такие цели преследует, но, чтобы разговор был содержательным, то есть мы же начали с чего, что такое комьюнити и зачем оно нужно. Вот вы тут вдвоем поговорили между собой и решили, зачем оно нужно. Но это не исчерпывает. Я просто что хочу сказать. Такое тоже бывает, да, и это нормальная цель. То есть, если есть компания, которая хочет там участвовать в этом деле, чтобы нанимать себе нормальных людей, специалистов, например, или как-то пиариться, это вполне нормальная цель. Я не вижу здесь ничего криминального, ничего плохого. Но, я вот что хочу сказать. Если ставить именно это в голову угла, то содержательная часть как раз будет страдать людям это будет неинтересно. Они будут видеть, что если вы людям ничего не даете, то есть, если вы хотите вначале от них взять, а потом, надо вначале давать, тогда можно потом будет и взять, возможно. Но, если вы хотите вначале взять, то толку не будет никакого с этого. Спасибо, Паша. Сейчас, Денис, хотел что-то сказать. Или все? Да, я хочу сказать, что примерно то же самое я хотел сказать перед тем, как мне собрали микрофон. Но еще хотел упомянуть, несмотря на то, что сейчас, да, мы встречаемся в Двагис, да, нам дают деньги на печенье, но мы до этого были в антикафе сами по себе. И мы ни от кого не зависели, никто к нам даже не лез вообще. Но когда у нас перестало хватать места, было два варианта. Либо искать самостоятельное помещение большое и собирать с участников комьюнити деньги на него, либо обратиться к какой-нибудь компании и сказать, а вы не можете предоставить нам место. И получается, что даже безвозмездно. Это удобно, но это не цель. Не цель получить инвестора и захапать деньги от корпорации. Просто это удобно. Больше ничего. Давайте я подрезюмирую. То есть отношения между сообществами и компаниями. Повправляйте меня. Я могу переврать, честно. Я заинтересован. Дружить с компаниями можно, если компания готова давать в первую очередь что-то, а не только брать. Все верно. Баланс. Хорошо. Хорошо. На мой взгляд, непонятно, почему мы вообще про бабло и программистов начали говорить. То есть про бабло было в контексте компании, а ни в коем случае не людей, которых нанимают на работу. Я хотел сказать, что по опыту очень долго сообщества, которые никто не поддерживает, они не существуют. У нас единственное очень долго живущее сообщество это Linux User Group, но эти ребята очень сильно ударены на голову. То есть они будут собираться, хоть там ядерная зима наступит, не важно. Но их полторы коллеги. То есть им для того, чтобы собраться, им не так много нужно. Они могут на квартире собираться, их там 7 человек за раз. То есть тут говорить не о чем. А все, у кого собирается действительно много людей, они рано или поздно начинают испытывать проблемы с помещениями, там еще с чем-то. И так или иначе обращаются за помощью. Либо бывает еще другая ситуация, когда есть какой-то энтузиаст, который вот прям готов гореть, гореть, гореть и двигать, двигать, двигать. Но когда он уходится, общество все равно разваливается. То есть вот именно хотелось бы спросить, у кого-то есть опыт в зале, когда вот полностью на абсолютно безвозмездных началах долго существовало, долго, больше трех лет, например, и так, чтобы вот оно не разваливалось и ни один человек его толкал. Вот интересно. Я все-таки хочу в защиту Linux User Group. Их можно привести пример. Они не ударены на голову. И я хочу сказать, что я был на их софтвея Freedom Day, который они устраивают. Это был отличный день доклад, даже два дня в НГТУ и в НГУ. Отличные доклады, ничем не уступающие Dev Day в Легис. не про Новосибирск, я ваших не видела. А, ну, прости, я не понял про кого, но у нас Linux User Group не на ударены голову. Они собирают документы Freedom Day, но опять у нас теперь уже. Уже нет. На мой взгляд, все, что вы сказали, это правильно, но, как бы, мне кажется, я то же самое излагал, только другими словами. На мой взгляд, действительно, бывают, как бы, узкие группы интересов, да, вот, когда есть совсем немного людей, да, то есть, там, два, три, там, пять человек, и которые очень, ну, такие энтузиасты, их ничто не может остановить, это понятно. Если мы говорим про более крупные, конечно, компании участвуют и хотят что-то за это иметь, это нормально, но, на мой взгляд, нормальное, как бы, сообщество, то есть, нормальная, как бы, атмосфера в нем, нормальная, вот, все это, жизнь, получается тогда, когда соблюдается, даже не баланс интересов, а когда происходит сотрудничество со стороны компании, сотрудничество вполне нормально, для компаний, конечно, найм, то есть, они хотят иметь возможность найма, иметь возможность, там, пиара своего, и, например, инвестируют в это, предоставляют там помещение, плюшки, может быть, иногда там, деньги складывающие. Паш, извините, перебью, мы, кажется, уже по второму кругу пошли, давай, еще раз я повторю. Есть две, как минимум две части, то есть, вот, есть компании, которые присоединяют свои интересы, а есть организаторы, которых должны быть интересы, помимо найма, тогда хорошо получается. Хорошо, вопрос от Ани на самом-то деле интересный, и мне очень хочется его услышать. Существует ли сообщество, которое живет больше трех лет, все верно, без помощи корпорации? У меня есть ответ. На самом деле есть сообщество аналитиков УМЛ-двору, которое живет достаточно долго, без систематической помощи, корпораций. Оно проводит, проводило, проводит встречи, и по этому поводу обращается, как заразовое мероприятие к некоторым корпорациям. Оно проводит конференцию, достаточно странную, летний аналитический фестиваль в городе Иваново, и там, ну, с одной стороны, есть кто предоставляет помещение, но вот они их предоставляют на энтузиазме, там генеральный директор просто считает это социальной функцией. Вот. А и, ну вот, никакой систематической поддержки, а у сообщества есть сайт, там тусовка, оно еще начиналось во времена, когда были форумы, а не социальные сети. Вот живет. Хорошо, спасибо, Максим. Здрасте. Ура, мне дали микрофон. И все-таки, Настя Усольцева, бывший организатор сообщества «Собаком», аналитическая, новосибирская. У меня лично негативный опыт организации сообщества, и вопрос мой, точнее, я тут нахожусь для того, чтобы найти некоторые ответы на вопросы, почему у меня так сложилось. И вопрос к вам. Все вокруг да около ходят того, что есть цели корпорации и есть какие-то собственные цели организаторов. Организатор сообщества это некий движок. Если движок есть, сообщество живет. Движка нет, движок не горит, сообщества нет. Вы сами, чем горите, зачем эти сообщества организовали, ради чего, ваши собственные интересы какие? Я отнесу микрофон. Я подойду, когда-нибудь я подойду. Ну, сначала скажу, что сообщество LANDEMS появилось не только благодаря мне, даже не столько, а волшебный пентель дал Артем Кудзев. Спалил, ты все спалил? Я все спалил. Ну, а что, ты хотел вскрывать? Вот. Но у нас есть собственные цели и собственные ценности. Мы выступаем за то, чтобы популяризовать функциональное программирование среди программистов. Чтобы что? Чтобы, это моральное удовлетворение. Ради чистой красоты самого ФП это первое. Ну, и ради более надежного контента программистского, более надежного кода это второе. Вот. То есть, тут две практическая и эстетическая составляющая. Эстетическое удовольствие, во-первых, и большее количество единомышленников. И хочется им побольше заниматься. Так точно. Опять про бабло, да что такое? Давайте про деньги. Все. Ребята, ребята, накладываю табу на деньги на 10 минут. А там не честно, мы начали про деньги. Давайте продолжим. Ты был с самого начала? Не был? А я объяснил, что я здесь дириживаю. Давай на 10 минут табу на деньги наложим, я не хочу скатываться. Опять в перебанку между корпорациями и пони. Я хочу ответить на вопрос, что конкретно я имею от того, что я организую сообщество. Я некоторое время читал статьи на Хабре про JavaScript и иногда хотелось плакать. И это самый популярный ресурс в России Хабра-Хабр для айтишников. И там ужасные статьи про JavaScript. Если они хорошие, это, скорее всего, перевод. На Западе IT-сообщество про JavaScript намного развитее нашего русского. И мне как-то просто обидно было. Мне надоело спорить в комментариях на Хабре о том, что кто-то там неправильно полстатьи написал или еще что-то. Ну, просто я вижу большое непонимание того, что сейчас есть в JavaScript у нас в России. И поэтому лично для меня какая выгода это перестать наконец-то спорить. Рассказать людям, привести аргументы, сделать доклады, обменяться опытом, собрать большую группу людей, которые не только я буду писать в комментариях, что в интернетах кто-то неправ, но еще и будут поддерживать люди и возможно это переборет в общую неграмотность во всей России по веб-разработке и JavaScript в целом. То есть это, опять же, это не бабло, это просто личные интересы моральные. Окей. Леша? Я не умею так красиво говорить. Для меня сообщество это, как уже упоминалось, какой-то пиар меня там или славы, не знаю, как вы это назовете, неважно. знакомство с единомышленниками и общение, то есть возникают какие-то проблемы, ну, которые там глупо спрашивать где-то на форумах, чатах. Есть Symfony Skype chat, там периодически задают какие-нибудь глупые вопросы, возникают смайлики, фейспалма и, короче, это все скучно и, по-моему, уже там не жило все. Вот эти три вещи для меня. Хорошо, спасибо, Леша. Я повернул, потому что вот молодой человек и мне стыдно уже. Ага, пожалуйста. Извиняюсь, да, на самом деле вот мне очень кажется, что и ребята, и корпорации говорят об одном и том же. Почему живут сообщества внутри, да, и что это заставляет приходить туда снова и снова? Это экспертиза. То есть, когда собирается группа людей, пишущих на джаве или там, не знаю, паяющих микросхемы, они собираются не для того, чтобы просто паять, а для того, чтобы пообщаться с близкими по духу людьми. Потом появляется экспертиза, то есть, появляется инициативная группа, появляются гуру, которые знают там чуть лучше. Они могут давать экспертизу, то есть, вот ты молодец, да, а ты еще немножко не молодец. И вот эта вот группа инициативная, она начинает расти, выращивать сообщество вверх. А потом уже на основе этой группы, этих интересов может появиться компания, которая может там хантить, может не хантить, может просто без проблем. Челябинская конференция UWDC, организатором, в которой я являюсь, живет шестой год, она не развивалась как конференция компании. Это были друзья, товарищи, которые собирались по интересам, потом они решили организовать конференцию. И силами этих ребят, которые уже являются директорами компании. Конференция живет. А сообщество этих ребят организовало конференцию. То есть изначально это было сообщество по развитию интернет-рынка в городе Черябинске. И цель была такая. Спасибо. То есть сформировалась экспертиза и потом уже появились компании. А когда это было? В этом году шестой год, то есть соответственно вот считаем. Итого, давайте подразумирую еще раз. Популяризация технологий. Все верно. Повышение качества, наверное, вот так вот назвать это, отечественной разработки, ну в какой-то русской специализированной, фронт-энд в данном случае, джаваскрипт в данном случае тебя. изменение рынка. Я правильно вас понял? Ну да, то есть изменить рынок в лучшую сторону, в ту сторону, в которую вы считаете лучшей. То есть какие-то такие клевые, на мой взгляд, цели. Я не набрасываю, я хочу подразумировать. Представьте ситуацию, вы хороший, например, живоскрипт-разработчик, пытаетесь найти работу и куда вы не приходите, с вас спрашивают то, что считается вообще неправильным, например, в развитых сообществах типа на Западе. Что легче? Переубедить всех, сделав сообщество, либо не найти работу и уехать в другую страну жить, где интересы вокруг сообщества джаваскрипт с вами совпадают. Мне кажется, правильнее будет построить на месте, чем махнуть рукой и бросить это все дело. Почему? Почему? почему не уехать? Ну, не все могут себе позволить уехать, во-первых. Не все хотят уехать. Во-вторых, мне нравится работать над проектом, на котором я сейчас работаю, но я знаю людей, которые ищут работу и они хорошие джаваскрипт-разработчики, очень высокоуровневые, но когда они приходят в какую-то компанию, я не буду называть конкретных имен, им начинают на собеседовании спрашивать такие вещи, что вообще кошмар просто. Он чувствует, что компания, в которой он устраивается, она имеет намного ниже уровень экспертизы про джаваскрипт, чем он. И таким образом, если мы построим сообщество и сотрудники этих компаний они сами будут ходить на эти доклады, будут повышать свой уровень, они придут и как заразу распространят эту экспертизу среди всех остальных своих командных, однокомандников. Да, как вирус. Вот цель такая, чтобы ты потом мог прийти устраиваться в другую компанию и ты знаешь, что там чуваки так же хорошо знают технологии, как ты. или там ты как ней. Ребята, вы, мне кажется, немного сумасшедшие в хорошем смысле этого слова. Я… А мне кажется, что мы как раз нормальные. Точка зрения, да. Я хотел у Дениса больше спросить, а каким образом можно более-менее валидно сравнивать сообщества распределенные, которые на Западе, ну много англоязычных людей, да, они пишут качественные статьи, и ты вот видишь это сообщество как элитных JavaScript-разработчиков, которые пишут элитные статьи. Вот. А как можно это распределенное сообщество сравнивать с твоим маленьким локальным? Вообще есть где-то точки соприкосновения? Я стараюсь прокидывать материалы из тех сообществ. Я очень часто привожу какие-то ссылки, статьи, делаю доклады на основе тех материалов, которые там очень качественные. Таким образом, тот материал для людей, которые, например, не знают английский язык, таких, кстати, много, как для меня было большое удивление, очень мало людей читает англоязычные статьи. Серьезно. Я сам с этим столкнулся. Ребят, уже вопрос между вами двоими. Давайте. У меня другое конструктивное предложение. Предположим, если считать, что мы разобрались с сообществами, мы разобрались с компаниями, мы разобрались с ценностями. Спасибо вам. В принципе, понятно все объяснили. Хорошо, разумно. Измерить, правда, сложно, но в этом ничего страшного нет. Мне очень хочется на этом квартирнике, чтобы у людей что-то осталось. А что-то осталось это некий инструмент, который, например, поможет людям свое сообщество сделать. Или включиться. Сейчас речь не про меня. Вот. Давайте попробуем, как мне это видится. Мне это видится ответ на три вопроса. Первый, что нужно прям конкретно для того, чтобы сообщество запустить. Второе, чтобы оно развивалось. А третье, когда решать, что все. То есть не живет сообщество. Давайте с первого начнем. Что нужно сделать, на ваш взгляд, для того, чтобы сообщество запустить? Какие-то необходимые и достаточные условия? Отлично. Один вариант есть. Правильно было сказано про аккаунт информационной в социальной сети, но не обязательно. Просто нужно создать общее информационное пространство, куда можно собрать людей. Это может быть чат, ВКонтакте, Фейсбук, может быть метап, вот как у скалы энтузиастов. Не важно. Главное, чтобы было место, в котором ты можешь шарить контент, делать опросы, голосования и делать приглашения на встречи. Это, наверное, первый этап. Это виртуальное место какое-то? Да, информационное пространство. Хорошо. Как аудиторию это найти, как ее привлечь? Да, Леша? Самое простое, можно начать со своей работы, на самом деле. Начать собираться с отделом и ну, это работает, если там человек 10-15 есть минимум, разные проекты и все делают разные вещи. Собираться в отделе и есть площадка, это важно. Важный момент, вот уже упоминали, убежал, к сожалению. Должна быть площадка, должны быть какие-то темы и должны быть спикеры. Это все можно найти у себя на работе. Начать можно с этого. Затем можно постепенно расширяться, либо звать коллег с других компаний, соседних, все равно все друг друга знаем. Вы знаете, я может быть странную вещь скажу, не знаю, для кого как, но на мой взгляд людей искать-то особо не нужно, люди сами подтянутся. То есть, надо создать просто условия, то, о чем Алексей сейчас говорил, создать площадку, чтобы были спикеры, чтобы была какая-то поддержка, хотя бы минимальная, там, со стороны компании или чего-то, может быть там кто-то собственные средства будет вкладывать, да, хоть маленькие сервисы. ну я понимаю, ну то есть, создать условия, создать, чтобы были темы, чтобы было информационное пространство, аудиторию, вот реально аудитория придет сама. Хорошо, давайте конкретику, мне прям очень хочется, площадка это что, какие примеры, приводите ваши, которые у вас были, хорошие или не очень? Я еще раньше организовывал другие встречи, и успешный у меня пример есть, это университеты хорошо идут на диалог, они предоставляют бесплатные площадки, ну за пиар, то есть, все равно вы… Ты сейчас по оффлайн ведешь? Да. А место встречи? Да, да. Окей. Затем мы… У нас был успешный опыт с технопарком новосибирским, тоже готовы, ну бесплатно предоставлять площадку за лекцией. Ильюш, по ритуальной Facebook, ВКонтакте, что там, не так? Ну, я начал с того, что создал аккаунт ВКонтакте, группу ВКонтакте, и там мы сделали анонс первой встречи, о том, о чем мы будем говорить, и главное, на своем примере мотивирует людей. Я на первой встрече делал самостоятельно доклад про распространенные ошибки в JavaScript, и после того, как я этот доклад сделал, ко мне люди побежали и сами сказали, а можно я расскажу, а можно я расскажу. И мы создали тренд просто в группе, в которой каждый написал доклад, который он может рассказать на следующей встрече. Итого у нас получился бэклог из 15 докладов. Они даже не влезли в следующее голосование на следующую встречу. То есть контент появляется сам собой, если ты на своем примере мотивировал аудиторию. А чтобы первый раз люди пришли, тут все, как говорится, нетворкинг. То есть если у тебя есть знакомые, которые имеют доступ к другим комьюнити, вузам и так далее, они просто в социальных сетях делают ретвиты, решары, и это само расходится как вирусный эффект. На первую встречу ко мне пришло около 20 человек. Я их никого не знал. Ну, да и за исключением двух коллег, которые пришли. Саша, что-то хотел сказать. Ну, тут можно только добавить, что в соцсети наше все. То есть в соцсети. Хорошо, в фейсбук, в контакт, что больше рулит? В контакт, конечно. Почему? Потому что людям лень лирекаться в фейсбуке, лень туда заходить. Ну, за исключением тех, кто очень часто общается с зарубежными коллегами. Ну, то есть, ребят, давайте я сразу буду резюмировать. Создаем группу в контакте, делаем первый доклад сами, как основатели. Вот. Приглашаем знакомые знакомых. Все верно. Место, как выбрать? Вузы, еще что? Место, куда объявления делать или где проводить? Я уже про оффлайн. Где встретиться? Нужно ли встречаться? Это, на самом деле, самая сложная часть, потому что, ну, проще всего начать с антикафе, потому что там каждый платит за себя и это вполне себе справедливо. Получается контрибьюинг автоматом каждого из участников, сообщества. На первом этапе с какой-то компанией договариваться? Ну, не знаю, я бы не стал. Нужно проверить хотя бы гипотезу, что комьюнити попрет. Да, что оно готово, что оно есть и что готово расти и развиваться. Итого, вузы, антикафе и еще что? Можно в компании связываться, но опасно. В компании, но это если компания будет в этом участке. Самый сложный вариант, конечно, пойти найти помещение, прям снять, ориентовать и собрать деньги с тех, кто приходит. Но я не рискну бы так делать, потому что это может демотивировать людей, которые приходят. В любой компании есть переговорки. Можно в переговорках с компанией, в которой ты работаешь договориться. Это кейс, когда внутри отдела, внутри подразделения. Не обязательно. Можно звать людей с соседних компаний, делиться. Ну, короче, на работе. На работе. Да, на работе. И технопарк все-таки я бы на твоем месте. Хорошо, сейчас подключим зал. У меня такой брос больше про старт. Вот глядя на ребят из хэппи-дэва. То есть просто припереться туда, где много людей и прорекламироваться. Работает ли это? Кто так пробовал? Я могу свой сказать. Опыт был чувак, что он там у него был? Unity. Я его 10 раз уже сегодня увидел. Он еще объявление внизу поклеил, о том, типа, все про Unity. Хорошо, Unity работает. Чуть-чуть вернусь к о том, как начать. В основе прошлого года Dev Day приезжал в Красноярск. И там, да, там один парень, такой Артем Кудзев, кажется, звали, делал доклад о мотивации. И в конце, в конце доклада я задала ему вопрос о том, как собирать людей, то есть вот что делать, куда идти, чтобы собрать людей по интересам, ну вот с которыми ты можешь что-то обсудить. И он мне ответил, что это просто срафанное радио. Работает. Хорошо, зафиксируем ответ Артема Кудзева с срафанное радио. Еще варианты есть? Вон там были, да? Потерял мысль? Слушай, я хотел еще ответить на твой вопрос, почему не Facebook, а ВКонтакте. Ага. Ответника показывает, что Facebook 12 лайков, ВКонтакте 109 подписок. Это большая разница. И ВКонтакте все-таки у нас популярнее, чем Facebook. С этим надо смириться. Окей. Слушайте, можно вопрос, а зачем вот это все ВКонтакте, Facebook, там, не знаю, Хабар, срафанное радио? Вот я не очень понимаю, какая, ну то есть вот зачем? Вы мне можете объяснить? То есть собрать людей или зачем? Какая цель этой деятельности? Цель деятельности, что там есть удобный инструмент для того, чтобы расширить информацию и, например, голосование поднять. Чтобы не делать собственный сайт, который вот нафиг никому не нужен, ты можешь уже взять платформу, которая готова, в которой люди уже зарегистрированы. Стоп. Собственный сайт, ВКонтакте, Facebook, зачем? То есть с какую цель они решают? Собрать людей. А вот, ну то есть, давайте зафиксируемся. То есть у нас ценностью является сбор людей. Правильно? То есть нужно ли вам собирать людей? Я просто вот такой вопрос хочу услышать ответ. Вопрос мой изначально. Давай я почему его заползу. Как начать? Как начать? Ты не можешь начать в одного. Ну, кажется, сообщество из одного разработчика, это смешно. Вот. Поэтому первый вопрос, как начать, и подсмежный вопрос, где найти ребят, как привлечь людей в сообщество. Как минимум, на уровне они знают. Ребята делятся своими инструментами. И так как у тебя такой вопрос возникает, вероятнее всего инструменты у тебя были другие. Очень здорово было послушать. Вот эти нити на мамодные ВКонтакте и сообщения и так далее. Что вы в свою очередь использовали? Как вы собирали людей? Новых привлекали? На самом деле мы использовали каналы спикеров и собственно тоже на социальной связи. То есть у нас мы просто звали спикеров, которые имеют собственный нетворкинг хороший. Собственно, мы их узнали о их существовании за счет того, что они где-то светились. Условно говоря, есть очень крутой спикер, я не знаю, кто угодно. Вот, например, никто угодно, Паша. Если бы Паша не занимался тем, чем он занимается, о нем бы никто не знал. Но он занимается, поэтому у него хороший нетворкинг, поэтому если Паша говорит, я буду вот там у ребят выступать, то все, кто его знают. Фанаты Паши пойдут. Да, конечно. Просто на самом деле мне не нравится разговор о том, что нужно собирать очень много людей. То есть у нас есть ивенты, которые собирали по 5-10 человек, но это были абсолютно блестящие ивенты, потому что люди там рассказывали абсолютно запредельные на самом деле на мировом уровне вещи. Мне не нравится история про равнение на Запад, потому что, в общем-то, могу с гордостью сказать, что многие вещи, которые мы делаем, их не делает никто на Западе. То есть вот методики, механики и у кого что лучше работает, это вас не выведет никуда. То есть если у вас есть задача, вы эту задачу решите. Если у вас как бы точно понимают, что вы хотите. Хотите собирать людей? Ну блин, на Хабре напишите, я не знаю. Хабр как бы читают все. Кто не читает Хабра здесь присутствующих? Поднимите руку, пожалуйста. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну типа не очень много на самом деле. Чек 10. Алексей, смотри, мне кажется, тут вот ты такой момент то ли выпускаешь, то ли не пускаешь, не знаю. Разный уровень бывает. Все-таки то, что у вас, это нетипичная комьюнити. То, что делаешь ты, это запредельные вещи. Нет, нет, я говорю сейчас не про себя, а про тебя. Я говорю, джукру, джукру, все-таки это команда GVM разработчиков 40 начинал, это люди достаточно, скажем так, высокой квалификации. И вы себе... Они там были не первыми. Началось все совсем не с них на самом деле. Ну ладно. Нет, просто если есть цель, например, поднимать планку с какого-то совсем никакого уровня до более-менее приемлемого, то тут может быть как раз есть смысл как-то пошире пустить волну. То есть не знакомых знакомых, не фанатов, спикеров, а просто людей, которые интересуются. Я подразумеваю, поправляйте меня. Итак, инструменты. Мне хочется конкретику. Особенно мне хочется, чтобы вы поделились с залом. Вконтакт наше все. Вот. Привлекать спикеров, которые привлекут с собой свиту, фанатов. Вариант. Писать на хабр, я услышал. Вариант. Есть ли в этом минус? Писать про небольшой сибирской комьюнити на весь хабр не заплюют ли, потому что я не могу из Москвы в Новосибирск. Быстрый вопрос, быстрый ответ. Нет, конечно, писать. Все равно писать. Да. У меня есть комментарии про спикера с хорошим нетворкингом. Ну, пришли они к тебе раз, пришли фанаты, ушел спикер, ушли и фанаты. Какая польза? Еще один вариант я знаю. Прийти на кодифесты, сказать, я создаю самое крутое комьюнити. Новосибирцев много, и они, если им интереса, могут собрать. Хорошо. Можно я добавлю? Тут разница в том, на какой аудитории мы ориентируемся. Если мы хотим работать с молодыми, начинающими, амбициозными разработчиками, то подавляющее большинство молодых людей сейчас именно во ВКонтакте. Если мы хотим работать с зубрами от индустрии, которые там в компиляторе Java поправляют баги, только прочитав спеку, ну, тогда это другая какая-то площадка. То есть это может быть и конференция, и хабры, и все что угодно. Но вряд ли во ВКонтакте там вы найдете, ну, не знаю, какого-нибудь разработчика из Oracle. Правда же? Всех. Хорошо, ребят. Флудим. Ну, вот прям честно, уже флудим и так далее. Сообщества разные, все это понимают. Харткорщики из GVM, ну, понятно, что это хардкорщики из GVM. Хипстеры из фронтенда, понятно, что это хипстеры из фронтенда. Ну, вот что их сравнивать-то? Я вижу, но я все-таки конкретику. Инструменты, короче, соцсетки, приводить спикеров, писать на хабы, говорить на кодифесте, никто не запрещает на самом-то деле. Вот. Еще что? Еще какие-нибудь есть? Клевые инструменты, которых можно рассказать? Универы. Универы. Заходить через кафедры. Еще какие варианты? Слушай, еще есть инструмент такой. Мы, когда проводим встречи, весь контент, видео и слайды на слайдшер, на ютуб, в твиттер, и это тоже, бывает, помогает, приводит людей. Очень хорошо приводит. Делитесь контентом на, понятно, на хостингах. еще что? Подкаст. Это то же самое, кажется. Нет? У нас все. Про универы хочу добавить. Нет, да, действительно, если кто-то хочет начать, я рекомендую всем материалы все записывать. То есть, особенно, если там хорошие доклады, хорошие обсуждения, то, конечно же, все нужно записывать видео, записывать подкасты, слайды выкладывать. Все это должно быть, вот так люди постепенно приходят. По поводу универов. В универы, ну, если кто-то близко, то есть, если кто-то совсем далеко от универов, наверное, сложно. Если кто-то близко, то заходите через кафедры, там есть представление разных компаний, там того сего, то есть вот это. Объявления можно просто вешать. Мы вешали объявления на деканате, там, где доска расписания факультетов, которые нас интересуют в универе, а также вешали на просто бизнес-центры, где офисы… Айтишных компаний. Айтишных компаний. Это помогает. Хорошо. Еще что? Дружить сообществами. Отличная тема. Это прям вы молодцы. Из зала есть какие-то идеи, ваш опыт? Настя? На самом деле можно еще заходить через руководство свое, через компанию. Ну, для того, чтобы, скажем так, у меня был опыт заходить через владельцев компаний, некоторых ИП, они заинтересованы в том, чтобы подтянуть к какому-то уровню своих собственных сотрудников. И они что, силой заставляют их туда идти? Это не контрибьюторы, кажется. Не-не-не, подождите. Не обязательно силой. Вот, кстати, я вспомню еще. Есть разные, как это называется, сообщества, компании. Вот, например, есть Сибакадим Софт. Когда мы начинали, например, то есть я просто пришел к нашему директору, он по всем директорам расслал письмо. То есть они там, кто-то из них расслал по своим сотрудникам. То есть вот тоже способ. Сарафан и радио. Да, Сарафан и радио. Только по старинке. Ага, Леша. У меня есть негативный опыт, я тоже хочу немножко сказать. Когда я пытался таким способом привлечь людей, многие компании думали, что будет хантинг. И негативно воспринимали. И переставали потом общаться. Я не придумал, что с этим сделать. И не нашел других людей на выход на эту компанию. Хорошо. Так, с этим вроде ясно, плюс-минус. Давайте второй вопрос поднимем, потому что время оно заканчивается. Я его объединю. Как развивать сообщество и как принимать решение о том, что сообщество кирдык и надо все закрывать? Нам уже, может, об этом задумывалось. Понятно, что нужно иметь смелость просто. Признаться самому себе, что у тебя что-то не получилось. Вот и все. Какие критерии? Ну, то есть, смелость. А любые. То есть, когда ты занимаешься сообществом, у тебя есть критерии успешности внутренней, да, когда ты организатор. Ты, например, собрал тысячу человек, успех, там, не знаю, прилег после каких денег, успех, засветился перед аудиторией какой-то, да, там, попал на первый канал, успех. У тебя какие-то есть критерии, неважно, какие, да. В цифрах они измеряются, в чем угодно, в количестве выбитых зубов, там, в пьяных спорах. И вот если ты по своим критериям не пролезаешь, ты понимаешь, что ты ставишь планку и ее не достигаешь. Нужно просто иметь смелость, признаться. Хорошо, давай, я понимаю, что у вас все хорошо. Если относительно тебя, то для тебя это критерии какие? Относительно джуга. Когда мне надоест? А больше майн-тренеров нету. То есть, если ты уйдешь, джуга не будет? Ну, будет. У нас выстроена на этот случай организация, я знаю, кем меня заменят. А он потянет? А, потянет. Мы готовим смену, да. Хорошо. Артем, вопрос. Комьюнити умрет или ты выйдешь из комьюнити? Да, сразу. Да, нужно понимать. На второй вопрос я тебе отвечу. Если у тебя не горит, ты, короче, выходишь и ищешь замену. Ну, ищешь замену сначала, а потом уходишь. Не находишь, закрываем комьюнити. То есть, для меня основное, если вот перестало внутри, да, чувствуешь, что все. Ну, все. Понятно. Давайте начнем, вот как бы это два вопроса. Начнем с того, когда вы хотите остаться, но приходится, ну, принимать тяжелое решение. На основе каких критериев вы бы его принимали? Ну, вот, совсем молодые ребята, ну, в плане того, что зеленые... В смысле, закрывать сообщество? Да. Вот ты бы при каких условиях... Я бы закрыл при условии, если бы рост закончился, и начался бы наоборот. Все-таки рост. Ну, у нас количество участников сейчас растет пока, с каждым разом. Если получится так, что оно будет уменьшаться, и там, допустим, до пяти человек, то, ну, если это пять человек, это будет другой формат. Это не будет именно там большое такое сообщество, мы можем просто общаться и не находясь там времени раз в месяц встречаться. Я думаю, что сообщество должно расти и вовлекать все больше людей, и контент должен быть на уровне. Если ты чувствуешь, что у тебя доклады уже про какую-то чушь начинают рассказывать, это уже говорит о деградации сообщества. Хорошо. Я предлагаю сменить тему, потому что она у нас негативная по закрытию. А мой первый вопрос был про развитие сообщества. А, развитие все просто. Берешь и мотивируешь людей. Примеры, примеры. Понятно, твой личный пример. Ты сам выступаешь? Мой личный пример, да. Я сам выступаю. Я на первой встрече выступил, после этого я рассказывал. Ко мне подошло много людей с заявками на доклады. Сейчас я выступил еще раз на третьей встрече, и после этого опять несколько людей мне подошло про доклады говорить. Но на самом деле, люди, как снежный ком, если появляются желающие выступить, появляются еще и еще и еще. И таким образом у тебя появляется большое количество контента. И ты не можешь указывать людям, какой контент ты на следующую встречу выбрал. Я предпочитаю делать голосование, именно настоящее голосование, и большее число голосов в этом голосовании у двух тем мы выбираем на следующую встречу. То есть комьюнити само выбирает интересный им контент. Как ты тогда рост обеспечивших уровня? Большинство обычно голосует за… Отлично. Нет. Большинство голосует за тему, в которой они меньше всего разбираются, которая им интересна. Таким образом мы выравниваем экспириенс этих людей и тех, которые этот доклад рассказывают. Они всегда могут понять, что-то может быть для них запредельно, они же это не голосуют, а оно на самом деле могло бы понять этот уровень, но они этого не знают. Это только зависит от формулировки доклада, мне кажется. Потому что если формулировка понятная… Вы предлагаете так формулировать, чтобы проголосовать? У нас был пример. Был человек, рассказывающий про кросс-браузерное расширение, как их писать. Кажется, тема, казалось бы, для меня, например, не настолько интересна, как остальные списки. Но она набрала столько голосов, что вышло, и человек хоть за 20 минут, но рассказал основы, азы. И это дало пищу для размышлений людям, которые пришли, и они уже сами потом начали искать и развиваться в этом направлении. То есть это просто вектор, в котором можно развиваться и углубляться в тему. Людям нужен поводырь в каких-то областях технологий. Можно я скажу? Значит, у комьюнити, у очень многих сообществ, не обязательно технических, существует, на самом деле, две вещи. Да, существует, на самом деле, ровно два, окей, если хотите совсем там грубо, существует ровно два момента, по которым человек принимает решение о том, прийти ему на данную, допустим, встречу, или не прийти. Ровно два. Первое. Это про меня, это или не про меня, насколько тема соответствует тому, чем я реально занимаюсь. Это первый момент. Второй момент. Насколько приход мой, факт моего прихода на данную конференцию или встречу комьюнити поднимает мой социальный статус в глазах уважаемых мною людей. Ровно две вещи. Вот если вы своей темой, своим чем-то там анонсом зацепили одну из этих двух вещей, человек к вам придет. Ну, постарается прийти. Если не зацепило, если это не про него, и приход не дает ему никаких вот таких вот плюшек, он к вам не придет. Это первый момент. А второй еще интересный момент. Почему, как бы, ну, это интересная очень вещь. Вот мы, у нас очень развита аналитика, да? И мы проводим постоянно дискуссии, на самом деле, в офлайн-режиме, в онлайн-режиме, в офлайн-режиме с нашей аудиторией. Человек всегда приходит на тему или на спикера. Да, точнее так, человек всегда приходит на тему, а уходит навсегда от спикера. То есть, по факту, привлекает людей тема, а финальную оценку они дают именно по личности того, кто приходит. Я с тобой здесь не соглашусь. Нет, ты можешь не соглашаться. Вот, это как бы не важно в данном случае. Я бы хотел ответную точку зрения выразить. Последний раз была тема в голосовании про Кэтбери.js, мой фреймворк, который лично я разработал. Он не популярен, про него вообще мало кто знает, но люди проголосовали за него. Чем это поднимает их социальный статус? Чем это про них? Быстрый ответ тогда. Сейчас, одно из двух условий. Либо ты им объяснил, что вот это им чем-то поможет, это им интересно, и это про них. Нет, этого не делал. Ну, Окей, хорошо, ребят, локальная штука. Давай я подразумеваю. Денис, я хочу подразумевать, просто потому что я задаю вопросы, и потом вот из этого надо собрать. В общем, сообщество будет развиваться. Тогда, когда оно само принимает решение. Все верно? Я думаю, да. Хорошо. Паш, твой вариант. Я хотел сказать, когда закончить, и вот смотри, вы говорите, сообщество будет развиваться. Что это значит? Больше людей? Всегда ли это так? Не уверен. Когда стоит закрывать? Когда у тебя осталось 5 человек? У тебя может остаться 100 человек, но надо закрывать. Может остаться 5 человек, и все нормально. На самом деле, мне кажется, тут есть два варианта. Первый – это нормальный вариант, а второй – это, как это часто бывает. Нормальный вариант. Когда закрывать, когда… Чтобы понять, что надо закрывать, то есть первый вариант, это надо понимать, какие цели ты решаешь. Закрывать тогда, когда ты видишь, например, что эти цели недостижимы, или что они достижимы другим способом. Например, может быть, сообщество закрыть, а потом сделать что-то другое. Может быть, другое сообщество или что-то совершенно другое. Конкретный пример приводи. Но для этого… Для этого… А? Снять фильм? Да. Может, видео-лекции нацепить? Да, 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 все что угодно. Но для этого, чтобы вот этот момент понять, то есть нужно все время держать цель. И это работает только когда ты с самого начала, когда ты еще только начинаешь это сообщество, когда задумывался о том, что не организовать ли его, не создать ли его. Ты уже эту цель четко понимаешь. Вот это нормальный вариант. Тогда он работает. Тогда ты цель понимаешь до момента, когда он появился. В момент, когда он появился, все время жизни. И тогда вот такого вопроса не стоит. В каждый момент ясно. Вот. Надо это продолжать или надо это прекратить. Второй вариант, который часто бывает, это когда есть… И, кстати, вот в этом варианте, в нем, чтобы создать энтузиазм, конечно, нужен, но вот пони, про которые ты сегодня неоднократно упоминал, они здесь вообще рядом не стояли. Второй вариант, это когда энтузиазм есть, а цели, цели все-таки не ясно, понятно, со самим человеком, когда вот эти пони скачут, да, тогда, как правило, человек начинает что-то делать, и в процессе вот этой жизни сообщества он понимает, что же он, собственно, хотел. Вот. и бывает так, что когда он понял, тогда, значит, он видит, что получилось, не получилось, и может быть, начинает чем-то вообще другим заниматься. Но в этом случае уже сложнее, потому что, если ты не понимаешь, зачем ты это делаешь, то ты не понимаешь, когда перестать. Ребят, такой вопрос совсем, совсем левый. А сообщество вообще без одного лидера может жить? Ну вот, без лидеров оно может жить? Давай их один, два объединим, но это вот лидер. Ну, почему ты называешь это лидером? Я бы назвал это организатором. Хорошо, организатор. Организатор это человек, который берет на себя обязанности вот этой всей рутины, организации встреч, места, берет на себя ответственность за то, чтобы это комьюнити именно организовать физически информационно. Это не значит, что он лидера указывает там кому-то. Поэтому без лидера, без организатора оно не может жить. Да, кто будет организовывать? Кто-то должен на себя взять эту ответственность. Поэтому это будет, может быть, группа людей, может быть, один человек, но кто-то должен на себя взять ответственность всю эту рутинную работу делать. Хорошо. Насчет лидеров и организаторов у меня совершенно противоположный опыт. Я понимаю лидеров как более фундаментальную какую-то вещь, это некоторое ядро, на котором все строится, и без них как раз ничто не будет работать. Как раз единый организатор или там маленькая группа это такая точка отказа, которая может все провалить. Поэтому наше сообщество организовано таким образом, что вот есть какие-то люди, наиболее активные, лидеры, и они заставляют всех шевелиться. Они же берут на себя какую-то роль организаторов, между собой как-то договариваются. То есть вот я уехал, но встреча сегодня в субботу она проходит. Спасибо. Хорошо. Я из Красноярска, меня зовут Щипановский Александр. У нас есть группа встречи, метапы каждую субботу встречи разработчиков. Прекомент на вопрос Ажтема. Ответ может ли без лидера? То, что есть разные группы, в которых есть лидеры, да, окей. А есть примеры у кого-то? Ребят, я что услышал? Неважно, лидер или организатор, организатор быть точно должен. Может быть лидер, может лидером и не быть. Может отдать все это сообществу. Самому принимать решения. Такая точка зрения. Можно делегировать. Можно делегировать, можно, да. Кто-то должен создать инфобор. Хорошо. Откуда-то должно начаться. Смотрите, у нас остается очень мало времени. Я просто не хочу потом вас задерживать. Клюк, разгуляй, и все такое. Вы уже нагреты, хорошо для этого. не очень хочется закончить на позитивной ноте. Как бы мы не пытались никуда-то скатиться сегодня, моими или не очень стараниями в деньги и так далее. Вопрос такой. Вот вы по своему опыту, теперешнему опыту, который большому или не очень, вы вообще рекомендовали бы сидящим здесь в зале ребятам создавать свое сообщество? Если у них такой вопрос вообще есть, то, конечно, нет. То есть ни в коем случае. Если они думают создавать, не создавать, не надо. Ни в коем случае. Вы как бы, ну зачем? А если вот вы прям вот хотите, не можете, то, конечно, да. Да, я поддержу Алексея. Сообщество должно как бы само организоваться, ну у нее должен быть лидер. То есть кто-то должен на себя принять такую боль. Сделать первый шаг. Да. Ну тут правильно вещь сказали, что если ты сомневаешься, значит тебе недостаточно энтузиазма все это потянуть. А если ты хочешь, но тебе технические детали какие-то волнуют, ну там где, как, что, то возможно тебе стоит этим заняться и развивать это уже дальше. То есть главное, чтобы у тебя хватило энтузиазма и не бросить это все. Мой твиттер такой создавай сообщество хэштег жизнь боль. Это с утра пошло. Да, Паш? Ну вот есть некоторый человек, да, и перед ним встает такой вопрос, он себе задавал, а вот создавать ли мне сообщество, да, вот, ну, скорее всего нет. Я с Алексеем согласен. То есть что может мешать? Может мешать, например, страх какой-то, боязнь, там, публичных выступлений. Если я это сдержу, то, конечно, надо действовать, да, а если вот хотел бы, но не знаю зачем, или хочу там себя красавца показать, чтобы все пришли на меня посмотрели. То есть если ты хочешь от людей что-то взять, люди это не оценят, лучше даже не начинать, будет только разочарование и жизнь боль. А если ты понимаешь, что ты хочешь сделать, то тогда надо действовать просто. Окей. Давайте сейчас так поступим. Эксперты, если у вас есть какое-то финальное слово, вы можете его сказать сейчас. Соответственно, потом я передам ребятам в зал. Расказнить хочешь? Нет. Нет. Ребятам в зал, чтобы ребята тоже что-нибудь сказали. Какие-то детали. Вот в таком ключе. Мы не будем ничего говорить, мы выслушаем зал. Зал. Хорошо. Много наговорились. Финальные вопросы? Пожелания, идей, опыт личный или не очень? Давайте я чуть-чуть все-таки канву задам. Да, да, создавать, нет, не создавать. Вот в таком ключе. Получится? Я вообще вопрос хотел создать. Да, мне интересует сообщество и вопрос такой вот. Мы говорим про локальные сообщества в городах, а могут ли взаимодействовать сообщества вдруг в разных городах? То есть я, например, из Красноярска, да, мне тоже интересен JavaScript, но я так понимаю, тут Новосибирск, и есть ли точки взаимодействия или нет? мы ездили на симфонии встречу в Киев, и были там из Европы кто выступали, докладчики. Мы разговаривали с организаторами, и организаторы, и докладчики готовы ехать и рассказывать в Новосибирск, потому что им это интересно, и везде готовы ездить. Они готовы ездить за свои деньги, я даже так скажу. Все зависит от того, как договариваться. Мы приехали, договорились на месте, к сожалению, пока сюда не везли, но надеюсь, что будет. Такой опыт у меня. Раз про JavaScript, я думаю, я отвечу. Дело в том, что у нас доклады на следующую встречу выбираются демократически, голосование. Без проблем, ребята, делайте заявки на доклады, если за них проголосуют, ну, конечно, у вас пригласим, и вы у нас расскажете доклад без проблем. Они хотят наоборот, чтобы у них… Ну, мы можем к вам приехать, я не знаю, готов приехать. Да, я за свои деньги готов приехать в Красноярск и сказать доклад. А зачем это спрашивать за всю аудиторию просто? Нельзя к нему подойти было. Да, я точка соприкосновения, которую ты ищешь. Я говорю именно про JavaScript, это в примере. А зачем? То есть, вот, какой смысл? То есть, это для чего? Выпить с людьми из другого города или послушать? Или какая цель? Развитие, развитие сообщества. Ну, то есть, если такая… Типа взять, сесть в автобус и поехать – это развитие? У меня есть в Красноярске, например, 10 человек. Могу ли я с помощью сообществ в Новосибирске сделать так, чтобы в Красноярске и сообщество было сильнее? То есть, например, пригласите спикеров классных из Новосибирска и будет вам сильнее сообщество. Это offline. Может, есть какие-то онлайновые варианты? Да, есть онлайновые варианты, есть, допустим, Virtual Juke. Это проект компании Zero Turnaround из, соответственно, из Эстонии. Наверное, здесь многие знают Антона Архипова. Собственно, это вообще чисто виртуальные встречи. Работает механика следующим образом. Приглашается всемирно известный эксперт, который просто в формате Google Handout проходит двухчасовую лекцию. Вот, как бы люди получили Duke Choice Award, по-моему, за это. И, ну, то есть, премию по Java самую мощную в мире. Просто, собственно, сделав такой формат. Так что, да, есть вообще чисто виртуальные вещи. Окей, друзья, давайте так. Я подрезюмирую свой последний вопрос о том, что создавать сообщество или нет. Я не услышал конкретного ответа. Но, насколько я понял, если у тебя есть видна цель, есть мотивация, то создавай. В общем, не тупи. Я ее поддерживаю. Финальное слово от меня. Постоянно спрашивают, а зачем вообще Кодифес делать? Денег заработать? Ну, конечно. Ездим на Бентли все. Вот. Мы делаем Кодифес для того, чтобы раскачать рынок. Для того, чтобы ребята могли встретиться, познакомиться, сделать сообщество или проект, или что-то в этом духе. Да, я сейчас тот сам розовый пони скачу перед вами. А? Сам себе противоречу. Почему? Потому что ты начал с того, что по-другому не бывает, а сейчас ближе, а Кодифес по-другому. Кодифес не по-другому. В Кодифесте две простые составляющие. Он платный для того, чтобы Кодифес продолжался дальше. Это просто кровь любого бизнеса и в данном случае конференции в том числе. в таком ключе. Я не про это хочу сказать. Я хочу вам сказать про то, что черт-предереберите и делайте какие-то гребаные сообщества. Возможность в этом есть. Вот ребята посередине тому яркий пример. Взяли и с нуля все сделали. Делать надо, но еще что меня беспокоит, честно говоря, то, что вот эта фрагментация разным сообществам, если они узконаправлены, им хорошо будет друг с другом как-то обмениваться. Обмениваться. Кодифест. Площадка для обмена? Не только в таком формате, кодифест разум по. А что, чаще мешают встречаться? Ну, у нас раз в месяц. У вас кодифест? Нет, у нас ведь субботники, но там нет узкой направленности в какую-то технологию. И обмен происходит. Тут тоже есть своя проблема, потому что всем интересно слушать про все. Это да, но тем не менее обмен за ними происходит. Ходят, на самом деле все, я хочу поставить черту, подвести черту на какую-то позитивную ноту и все уставшие уже. Утомил так, что ли? Сильно набрасывал про деньги и про корпорацию? Ребятки, в общем, делайте. Если вам, давайте сейчас простые вещи, которые я вам хочу сказать. Если у вас есть идея, вот кодифест, это отличная возможность использовать кодифест как СМИ. Напишите об этом в Твиттер. Если вы хотите, чтобы я написал от официального Твиттера кодифест, подойдите ко мне, я напишу от официального Твиттера кодифест о том, что вот есть ребятки, которые хотят сделать комьюнити. не проблема. Что-то в этом плане. Общайтесь, дружите. Все, спасибо всем. Продолжение следует...